Технологии будущего в деле. С начала работы выставки Экспо-2017 там выработали порядка 300 часов мегаватт электричества. Проще говоря, столько, что можно обеспечивать им 160 столичных квартир на протяжении целого месяца. Как сообщили в национальной компании, на территории выставки возобновляемые источники энергии представлены ветровыми турбинами, солнечными батареями и другими не менее интересными проектами. Обо всех по порядку расскажет моя коллега Жанара Дулатова. Солнце, вода и воздух. Эти источники энергии будущего показаны почти в каждом павильоне выставки. Но казахстанцы пошли еще дальше. Экспозиции должны приносить реальную пользу. Как, к примеру, вот эта станция. Она обеспечивает энергией все международные выставочные площадки. При этом может накапливать ее в литиевые аккумуляторы, чтобы запастись на случай пасмурной погоды. Это абсолютно работающие вещи. Они производят электрическую энергию. Как я сказал, 30 мегаватт-часов мы получили за полтора месяца. И это оборудование, эти проекты будут продолжать работать и после окончания выставки. В течение всего существования здания. То есть они вполне функциональны. Нур-Алем – самое большое сферическое здание в мире. Но мало кто знает, что восьмиэтажный павильон практически сам себя обеспечивает электроэнергией. В фасад здания интегрированы солнечные панели и установлены ветровые турбины. Совместно их мощность достигает почти 60 киловатт. Экологически чистый транспорт. Еще одна особенность – Экспо-2017. Речь идет о вот таких вот, к примеру, электрокарах. Целыми днями они возят международные делегации крупных гостей выставки, а вечером заряжаются. Кстати, для зарядки не нужны какие-то переходники, достаточно лишь обыкновенные розетки на 220 вольт, как для телефона. Территория Экспо 25 гектаров. Ежедневно по ней колесят более 30 таких электрических мобилей. Это машины скорой помощи, полицейской службы, мусоровозы. Как вы знаете, территория выставки у нас очень большая. У нас введен запрет на передвижение транспортных средств на территории выставки. На территории используем вот такие электрические кары. Кроме того, нами предусмотрено пять электрических машин для скорой помощи, которые могут оперативно доехать до любого павильона и наши медики могут оказать качественную медицинскую помощь. Как заверили нацкомпании, возобновляемые источники энергии снабжают объекты электричеством не хуже традиционных. Женара Дулатова, Наурис Базаров, Хабар-24, Астана.